Количество причин способных спровоцировать затруднения дефекации довольно много. Все они делятся на две большие группы. Первая группа включает все сопутствующие запору заболевания, в том числе и те, что не затрагивают работу кишечника напрямую. Вторая группа выбрала в себя факторы связанные с привычками человека и образом жизни. Далее причины возникновения запора подразделяют в зависимости от основополагающего фактора. Таким образом, запоры делятся на несколько видов. Гиппокинетический Связан с низкой физической активностью, сидячим образом жизни. Элементарный Причина его развития в дефиците в организме воды и волокон клетчатки. Токсический Тут негативное влияние оказывают вредные химические вещества, регулярный отравляющий организм, свинец и никодин. Причиной запора токсического характера может стать и длительный прием лекарственных средств, спазмолитиков или холенолитиков. Рефлекторный При наличии заболевания внутренних органов или желудочно-кишечного тракта организм в качестве ответной реакции может снизить активность кишечной мускулатуры. Механический Обусловлен закупоркой кишечного прохода посторонними предметами или новообразованиями, опухолями, полипами, или образовавшими сорубцами. Эндокринный Здесь решающим фактором становится снижение работы желез внутренней секреции, гипофиза, яичников и щитовидной железы. Причины устанавливаются после тщательного обследования, и только после этого врач назначает соответствующие ситуации лечения. Продолжение следует...